Чтобы получить максимальный хороший терапевтический эффект, все хотят получить эффект от кейсов, согласны, да? Значит, подсказочка. Чтобы получить максимальный эффект от кейсов, я вам рекомендую поставить ставки не на то, чтобы выбрали именно вас, а поставить ставки на то, как я разбираю каждого клиента, на то, какие я задаю вопросы, что я говорю, насколько жалобы и специфика данного нашего героя близка вам. Потому что терапевтичность кейсов, она не столько в том, чтобы вас конкретно разобрали, это, конечно, так, но большая часть терапевтичности, я так думаю, процентов, наверное, 60 на 40, это то, что вы будете слушать. Поняли, да? Вот, поэтому я вас призываю активно участвовать и в то же время призываю вас к активному слушанию. И еще одна просьба. Во время разборов кейсов, пожалуйста, не комментируйте в чате, хорошо? Потому что это не рубрика вопрос-ответ, это рубрика, где я разбираю конкретный случай. И у вас есть хорошая возможность посмотреть, как это выглядит со стороны, как я работаю со стороны, на чем я делаю акценты. Вы будете слушать примерно, сколько там у нас получается, примерно 32 или сколько там, 40 около кейсов, да, около 40, если у нас получится по 5, 5, 8, 40, примерно 40 случаев. И поверьте, за 40 исправленных кейсов вы получите свои ответы. Единственное, что, какие ответы вы получите? Вы получите то, что является ошибкой и что необходимо делать и каким образом. Где-то я буду вступать в диспут по поводу когнитивного подхода. Поняли, да, что я имею в виду? Где-то мы будем говорить об экзистенциальных ценностях. Все зависит от конкретного... Ребят, плюсик, если вы меня слышите. Все нормально? А то это... Вы когда замираете... Ага, спасибо. Вот. А все зависит от индивидуального момента такого, да? Поэтому вам необходимо здесь понимать, что старайтесь очень-очень внимательно прислушиваться, даже если вам изначально кажется, что кейс или случай, с которым человек обратился, он вообще не про вас, он какой-то смешной. Очень часто, когда я выбираю кого-то из кейсов, люди говорят, ну, блин, что он выбрал? Да, там, это не моя история. А когда мы начинаем разбирать человека, когда мы начинаем анализировать какие-то ошибки, какие-то конкретики, то увидите, блин, слушай, а вот у меня как-то это зашло совершенно по-другому, да? Поэтому, пожалуйста, давайте внимательней, вот, и... Наверное, все. Значит, теперь далее. Как надо формулировать вопрос? Тут тоже очень важный такой момент, потому что это не история как быть. Я вас заклинаю... Не пишите мне в чате вопрос, привет, значит, то-то, 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 как быть? Вот у меня аллергия на вопрос, как быть, приобретенная аллергия, поэтому я вас очень прошу, давайте не как быть, ладно, пожалуйста. Мне нужна просто констатация факта. Рекомендую вам писать так. Не могу справиться с... Тем-то-тем-то. Поняли? Все запомнили? Не могу справиться с... Там, например... Ну, окей, с паническими атаками, с агорофобией. Или... Не могу справиться с навязчивыми мыслями. Ну, я надеюсь, что мы и не будем симптомы сильно трогать. Ребята, понимаете, что я говорю? Или... Не могу справиться со чувством стыда. Не могу справиться с чувством вины. Ребята, вы здесь. Не могу справиться, не получается. Не могу справиться с... Не получается то-то. Тогда мне будет понятнее, как выстраивать само занятие, окей? Потому что я буду подбирать таким образом каждое занятие. Кстати, забегаю вперед. Когда у нас следующий разбор кейсов? Когда у нас следующее занятие? Завтра. Молодцы! Хорошо. Завтра следующее занятие. Совершенно верно. Мы занимаемся два дня подряд. Вторник и среду. Кто у нас с восьмого сезона? У вас две недели жести. Понедельник, четверг, сезон. Вторник, среда, кейси. Понедельник, четверг, сезон. Вторник, среда, кейси. Сезон закончится. Вторник, среда, вторник, среда. Понятно? С чем вас и поздравляю, дорогие коллеги. Окей. Поехали. Пишем свои пожелания. Не могу и так далее. Я их читаю. И так далее. Не могу справиться и найти обоснование с клаустрофобией. Отсюда с аэрофобией. Не могу справиться и найти и найти обоснование справиться обоснование справиться с клаустрофобией, это не можешь найти. Отсюда аэрофобию. Понятно, вопрос про клаустрофобию и аэрофобию Не получается прекратить созависимые отношения Торопливость во всем, спешка Боюсь, что что-то не успеть Даже когда нахожусь дома в выходной Не сидится на месте Кажется, что трачу время зря Я должен что-то делать, иначе не успею Не могу справиться с завышенными требованиями к себе, с перфекционизмом Не могу принять серьезные решения без одобрения родителей Слушайте, ну интересно, вы прям молодцы В этот сезон кейсов так прям Все, можно выбирать, я бы так сказал Не могу справиться с чувством вины о том, что постоянно Вот видите, когда вы правильно начинаете формулировать Уже совершенно по-другому вопрос ложится, да? Не могу справиться с чувством вины о том, что постоянно в жизни Все не получается Так бывает Мне тоже многие какие-то вещи не получаются Приняла решение уволиться Теперь меня это долбит Теперь я себя долблю, что я приняла решение уволиться Не могу справиться с привычкой Стараться быть для всех хорошей УКР после рождения ребенка Не могу справиться с мыслями Общения с бывшим мужем С мысленным общением с бывшим мужем Три года Угождаю ему своими мыслями Так Давайте выберем из вот этих вот ребят, которые заявили свою проблему Так Давайте, знаете, с чего начнем сегодняшние кейсы? Давайте начнем вот с этого Для разгона сразу в бой Марат Торопливость во всем Спешка Боюсь, что что-то не успею Даже когда нахожусь дома В выходной Не сидится на месте Кажется, что трачу время зря Я должен что-то делать Иначе не успею Частая история Да? Давайте вот это обсудим сейчас Марат, пожалуйста, позвоните мне Алло 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 Марат, прием Алло О, слышно Слышите меня? Да Прекрасно Наши зрители нас слышат, хорошо Плюсики поставьте, пожалуйста Все Гуд Спасибо большое Марат, еще раз добрый вечер Спасибо, что пришли на занятия Это очень меня радует И надеюсь Порадует вас Так Я знаю только то, что вас так зовут Так звать могут множество людей Я ничего не знаю о вас В принципе Не нужно произносить городов Фамилии, пароли и явок Пожалуйста Давай на «ты», хорошо? Можем? Да Смотри Ты пишешь Тороплюсь во всем спешкой Боюсь что-то не успеть Даже когда нахожусь дома В выходной Не сидеться на месте Кажется, что трачу время зря Я должен что-то делать Иначе не успеваю Как ты сам думаешь? Как ты сам рассмышляешь? Ты был на каком-то из сезонов Да-да То ли на втором То ли на третьем Я не помню То есть достаточно давно То есть время прошло Чуть меньше года Да? Да А как работал над собой Что ты для себя сам выяснил И для себя что понял И как тебе кажется самому Что не получается? Я тебя перестал слышать Повтори, пожалуйста, еще разочек Алло Да, еще разочек, можно? Сейчас слышу? Да Я ввел когнитивные дневники Посещал психотерапевта То, что не получается Наверное, не всегда удается Вот в ситуациях Уже в реальной жизни Как бы следовать новым Рациональным убеждениям Те, которые прорабатывал Иногда Ну, не иногда Чаще всего Сваливаюсь на старые рельсы Да, как вы говорите А как эти старые рельсы? А как эти старые рельсы? Ну, смотрите У меня не только проблема Заключается в торопливости У меня очень большая Зависимость от мнений Окружающих И поэтому не всегда Получается Действовать по-новому Говорить так, как хочу Говорить нет Если хочется сказать нет В общем, вот так вот А что будет, если ты скажешь Своё мнение? Ну То, что подумают плохо Могут начать плохо Ко мне относиться И что будет? Ну, давай предположим Что они подумают О тебе плохо И дальше что будет? Ну Могут начать плохо Ко мне относиться Хорошо Давай предположим Что они будут считать тебя Земляным червяком Дальше что случится? Ну Не хочется Чтоб так Считали А вы мне Не хочется А я не могу Допустить Этого Получается Очень болезненно Это Понимаю Вот И вот здесь будет Принципиальная разница Мне, например Не хочется Но я допускаю А тебе Это категорически Неприемлемо Как ты сам думаешь Почему? Что же будет Если они будут считать Тебя земляным червяком? То есть я принимаю На свой счет Как я понял Любые мысли о себе Я принимаю Подожди 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 Братан Не уходи в сторону Вот Конкретно Что будет Если они будут считать Тебя земляным червяком? Вот они Разочаровались тебе Какие-то люди Что случится? Ну значит Так и есть Значит Проблема во мне Значит Я какой-то не такой Значит Со мной что-то не так Если обо мне так думают А на основании чего Ты сделал такой вывод? Что если им Не нравится Моя куртка Значит Куртка Плохая Ну на основании Видимо Действовал Стрэбл Давай сейчас без детства На основании каких фактов И каких данных Ты сделал вывод Что если им Не нравится То это означает Что ты плохой Ну Фактов и данных Нету Конечно Это Мои Мои Вдумки То есть У нас нету фактов У нас нету данных У тебя есть такая гипотеза Ну Получается так Окей Хорошо А что будет Если например Будет то что они Если ты кому-то не понравишься То это докажет Что ты плохой И этого ты боишься Ну Как бы да И отсюда ты используешь Стратегию Всем понравиться И тратишь много сил И энергии Да И от этого Твоя суета И торопливость Потому что Надо успеть Всем понравиться И все успеть Чтобы было хорошо Ну Честно говоря Я не связываю Мою торопливость С тем Что я хочу Всем понравиться Ну давай сейчас Как раз я с тобой Свяжу Значит Смотри Твоя суета И твоя торопливость О которой ты заявлял В группе Она На самом деле За руку Держит Вот эту твою историю Смотри Что я имею ввиду У тебя есть Основная стратегия Я должен Понравиться Всем Для того Чтобы Они дали Позитивную Обратную связь Тогда Я Нормальный И потом Идут тактики Чтобы это Реализовать Я должен Все успевать Все контролировать Быть везде Вовремя И делать Все хорошо Это и есть Твой перфекционизм То есть У тебя Как неэффективные Тактики Так и неэффективные Стратегии Поэтому Твоя терапия Буксует У тебя нет Изменения Не в тактическом Поведении Не в стратегической Основе У меня к тебе Возникает вопрос Сколько тебе лет? 26 26 А вот ты 26 Ну хорошо Давай возьмем так Последние 10 лет Ты Испытываешь Очень сильное Напряжение Ты пытаешься Все успеть Ты пытаешься Всем угодить Ты пытаешься Всем понравиться И что ты получил? Миноз Кажется Твоя стратегия Максимально Максимально Эффективная Нет Значит Что-то не то Да? Да То есть Если бы Твоя стратегия Тактика Были бы Эффективными Ты бы получил Какое-то Большое Общественное Признание Ты бы Получил Какое-то Счастье Убитворение Ты бы Радовался Об этом Но по факту Твоя стратегия И тактика Приводит тебя К серьезному Переутомлению К серьезному Моральному Истощению К серьезным Эмоциональным Проблемам Они конечно Не приведут тебя В дурдом Безусловно Да? Но Нарушат Качество твоей жизни Уж точно Потому что Во-первых Ты не будешь понимать Для чего ты все это делаешь И куда ты суетишься Все время У меня к тебе вопрос Скажи пожалуйста Когда люди А как ты считываешь С людей Что они тобой довольны? Ну как Видно бывает По общению По тому как Допустим отвечает По тому как Ну на работе Если допустим Прошу Там какую-то помощь Помогут Ну так вот А можете Конкретно Привести Конкретные примеры Как ты это видишь? Ну Конкретные примеры Ну вот Пример конкретный Чтобы ты считал Что вот нормально У тебя же есть Какая-то система Координат Свой-чужой? Ну скорее всего Вот Выражение лица Интонация Там Тон Мне кажется Вот это Выражение лица Да? Интонация Тон Что еще? Ну достаточно Да? В основном Я использую Немические вербальные Паттерны Для того Чтобы Считывать Информацию Да Это называется Вербалика И невербалика Вербалика Это то Что нам Говорит Невербалика Это то Как мы Это считываем Мимически Да? А скажи Пожалуйста Марат А на основании Чего Ты научился Вот считать Что Лицо Тон Интонация А Ты правильно Считываешь Ну На основании Чего Научился Не знаю Как-то Ну Это наверное Всем понятно Как человек С ним разговаривает Поэтому Можно определить Как он К тебе Относится Ну Хотя бы Примерно Если там Ты о чем-то Просишь Тебе Обрубили Сказали Нет Ну понятно Что Не очень хорошо Значит Человек К тебе Относится А если То есть Если тебя Обрубили Сказали Нет То это значит Что он Ко мне Плохо Относится Ну Как бы В общих Чертах А ты Когда Занимался После второго Или какого-то Сезона С терапевтом Прошло Почти год А ты Какой терапией Занимался Когритер Когритер Поведенческой А как Долго Занимался Вы Что имеете Ввиду Вел Дневники Одного Атого Ну ты Сказал Что ты После сезона Занимался С терапевтом А как Долго Ну Занятия Наверное Три Четыре Может пять А что Так мало Просто Я как Вы знаете Я не находил В этих занятиях Что-то нового Потому что Вот то что он мне говорит В принципе То же самое Что было И у вас На сезонах И вот то что Вы говорили Ну То что я знал Что я не услышу Ничего нового От него Поэтому я не стал В принципе Основные моменты Я понял А с чего ты решил Что ты должен Услышать Что-то новое Ну Смотрите Если я знаю Что мне нужно делать И зачем мне ходить Опять К нему Чтобы Я сказал То же самое Что нужно Делать То же самое Окей А как ты это делал Ну как Вел когнитивные дневники Прорабатывал Ну в течение дня Записывал ситуации Которые вызывали эмоции Дома сидел Прорабатывал Рациональный ответ И старался Вот в подобных ситуациях Уже действовать По-новому В соответствии С рациональным ответом Супер Молодец Красавчик Давай кое-что посмотрим Вот у тебя такое убеждение Если мне сказали нет Или отказали Это означает Что они плохо Ко мне относятся Как ты оспоришь Это убеждение Ну Так как бы я Над этим работал Спрашивайте Ну как бы ты его оспорил Ну в когнитивной таблице Ну Стоит делать выводов Сразу же Ну да Ну да А даже если Он на самом деле Относится ко мне плохо То Я вовсе не считаю Что это доказывает Что я какой-то не такой Я прекрасно понимаю Что я и не оказан Всем нравится У каждого человека Свои вкусы Возможно Конкретно этому человеку Я не нравлюсь Но это не означает Что я плохой человек Я могу не нравиться Людям Я понимаю Что ко мне могут Относиться по-разному Вот И это не говорит о том Что я какой-то такой Просто у людей Разный вкус Ну смотри Вот то что ты сейчас говоришь Я чувствую Что ты говоришь Ты на самом деле Искренне И у тебя У тебя Мягко говоря Мягко получается Поверь мне Да Далеко не все люди Имеют такой навык Рассуждение Это хорошо Ты здесь большой молодец У меня тогда к тебе вопрос А что Вот потом Происходит в твоей голове Вот ты так Понимаешь это А что Не крепится Что включает Внутреннее сопротивление А рациональный ответ Он Вот смотрите Я сейчас всем хочу пояснить Вот Марат Сейчас говорит искренне Он не как робот Он Когда человек говорит Как робот Я это вижу сразу Он действительно понимает И рассуждает Он действительно может Если сейчас его попросить дальше Он дальше разовьет эту мысль И в принципе дальше Будет все очень грамотно И правильно Проблема здесь Здесь не в дискнутии А здесь проблема Еще кое в чем Как ты сам думаешь Почему тебе Даже вот такое Здравое размышление Почему оно не заходит Или если оно заходит То как Мне кажется Я Ну это причина в том Что я на практике Мне не всегда удается Ну Вести себя В соответствии С этими убеждениями И новыми Я все равно Иногда сваливаюсь По старым рельсам Да Как вы говорите Мне кажется В этом причина Я думаю Что тут есть две причины Значит Смотри Как я это вижу Я думаю Что причина первая В том Что ты не дожал Что ты Не вел Каждый вечер Дневник С одними и теми же С ситуациями Где ты каждый вечер Описываешь Две Тире Четыре Даже Одинаковые Даже с теми же Одинаковыми Мыслями Даже с теми Рациональными Одинаковыми Ответами В течение Двадцати одного Дня подряд Это первая твоя ошибка Я думаю Что ты не дожал Это первое То есть Здесь Твоя Прямая Рекомендация Это заново Просто взять И дать себе Такое Пацанское Слово Я буду Двадцать один день Знаешь Там Пьют Спортсмены 21 день Курс витаминов Б Колят Рипофлавин Не важно Они колят Себе Курс Витаминов Две Недели И вот Так же Ты 21 день Ты Каждый вечер Ведешь Дневники Прорабатывая Те ситуации Которые были Сегодня Днем Как бы Тебе не хотелось Как бы Это не было Одинаково Как бы Это не было То что Буквально Вчера Ты Писал Ты должен Это писать Почувствовал Себя Немножечко Идиотом Со словами Я пишу Одно и то же То есть Терапия В первом Вот этом моменте Она ложится Не тогда Когда Ты понял А тогда Когда Ты выписал Уже столько раз Это Что ты сидишь И говоришь Да я все Не могу Уже Это писать На восемнадцатом Дне Тебе уже Будет трясти От одного И того же И вот Когда тебя Затрясет От одного И того же Вот это Говорит о том Это первая Ошибка Которая Мне кажется Была совершена Но есть еще Одна гипотеза Которую я бы Хотел проверить Окей Я думаю Что есть Какая-то Глубокая Фундаментальная Вещь Где ты сам Сам Себя обманываешь Где Одна твоя Рациональная Часть Говорит о том О чем Ты мне сейчас Сказала Ты говоришь Ну да Я понимаю Что это Объективно Окей А другая Твоя часть Говорит Нет Я все-таки Хочу Всем угодить Я все-таки Хочу Быть идеальным Я все-таки Хочу Потому что Видимо Для тебя Есть философский Фундаментальный Смысл И какой Философский Фундаментальный Смысл Твоего Действа В жизни В плане работы Карьеры И людей Фундаментальный Смысл Это Произвести Впечатление И пока Ты будешь Носить С собой Фундаментальный Смысл Впечатления О тебе Вся вот Эта Рациональная Часть Будет Тобой Тобой Профанированно То бишь Обесценено Ты сам Не дашь себе Внутреннего Права Кому-то Показаться Неинтересно Смешно Потому что Ты этого Не хочешь Возможно Ты сам Хочешь Все еще Всем понравится И сам Хочешь Все еще Всем угодить У меня Вопрос А зачем Что тебе Это дает Вот Давай Сейчас Честно Представь Себе Что в офисе Во дворе Все Говорят О том Какой ты Молодец Вот у нас Наш хоккеист Кирилл Они сейчас Все говорят Хорошо Представь Себе Что тебе Все хорошо Говорят Что тебе Это дает Какое Ощущение Наверное Чувство Собственной Значимости Что я Нужен Да Мне кажется Нужен И если Ты сейчас Правильно Меня поймешь Алло Ты меня Слышишь Да Слышал Что ты Сейчас Сказал Чувство Значимости Что я Нужен Да На что Это похоже Из детства Первое Что вспоминается Кому ты Был Так Незначим И Нужен Ну Отцу Например И Какая Первая Ситуация Сейчас В голове Слыла Да Не первая Ситуация Все Детство Такое То Что Отцу Было Пофиг Он За Этого И Развелся Кстати Родители Из-за Этого И Развелись Из-за чего Ну То Что Мы Родились Я И Брат В общем А С чего Ты взял Что Ты Знаешь На 100% Эту Причину Ну Как Мама Рассказывала А Откуда Ты знаешь На 100% Потому что Мама Была Объективна Нет Нет Смотрите Здесь Здесь Так и Было Здесь Никак Рационально Не Объяснить Вот Отец Развелся С мамой Из-за Из-за Детей Ему Мы Были Не нужны Ему Было Пофиг На Нас Я Помню Это Из-за Поэтому Здесь Никак Я Понимаю Давай Предположим Что Жир Был Мужчина Который Принял Решение Развестись Со своей Женой Потому что Она Забеременела Представил Ну Да Это Лично Его Философия И это Лично Его Выбор Согласен Да Мы Не говорим О том По-мужски Это Не по-мужски Правильно Неправильно Окей Согласен Мы Просто Берем Единицу Мужчина Который Принял Такое Решение Скажи Мне Пожалуйста Как Решение Этого Человека Тебя Характеризует Вот Как Личность Меня Сейчас Я понимаю Что Никак Не характеризует А как Ты сейчас Не суетись Как Ты сейчас Это Понимаешь Ну Его Решение Его Решение Его Не захотел Уметь Детей Его Право Ну Это Причем Здесь Я Как Человек Да Супер Хорошо Хорошо А теперь Смотри В какой-то Период детства Ты Сам Себе В голову Вложил Историю Про то Что Я Не нужен И Не значим Что-то Происходило Где Ты В это Поверил Потому Что Потом Ты Это Взял Как Модель И Переносишь Это На Когнитивное На Проективное Видение Обычных Поведений Людей Других То есть Где-то В детстве Ты Цепанул Историю Что Ты Не Нужен И Не Значим И Поверил В это Знаешь Как Стекло Встало Такое Понимаешь О чем Я говорю Да Стекло Такое Встало У тебя В голове Я Не Нужен И Не Значим И Смотри Пока Ты Видишь Меня Да И Ты Смотришь На Весь Окружающий Мир Вот Через Это Что Если Так Себя Люди Повели Я Нужен Незначим Если Так Себе Люди Повели Я Нужен Незначим И Ты Смотришь На Мир Окружающий Через Эту Историю И Делаешь Скажем Ни Вывод Потому Что На самом Деле Как Ты Правильно Сказал Люди Могут Вести Себя Не Потому Что Ты Нужен И Незначим А Потому Что Там Сотни Причин Настроение Ты Кому Ты Нравишь Как И Я Поверь Мне Я Тоже Многим Нужен И Незначим Но У меня Нет Этого Стекла Я Говорю Окей Если Я Не Нужен И Незначим Хорошо Это Нормально Потому Что Я Не Могу Всем Быть Нужным И Значим Но Это Нереально И Нужно В принципе Мне Так Достаточно В Этом Смы А Вот Ты Взял Это И Смотришь На Всех Через Это Стекло Что Произошло Такого В Поведении Которое Повторялось Много Раз И Неоднократно Потому Что Когда Ты Родился И Папа Ушел А он Ушел Когда Ты Родился Или Когда Ты Еще Был Мам Бладший Чуть Тоже Наверное Где То Я Был В Первом Классе Ага То Это Меняет Ситуацию То Он Изначально Ну В общем Проблемы Начались Тогда Когда Мы Родились Когда Мамино Внимание Переключилось На нас На детей И ему Это Не нравилось В общем Издать Это Гипотеза Твоей мамы И гипотеза Семьи А Ты Ему Задавал Вопрос Почему Он Ушел Нет А Если бы Ты Ему Задал Такой Вопрос Что Было Ну Просто Смотрите Нет Подожди Давай представим Если бы Этот вопрос Задал Что Было Он Не Сказал Конечно Что Из-за Этого А Как Он Сказал Я Не Знаю Причина В Этого Я Уверен Я Я Понимаю Что Ты Уверен Но Давай Предположим Что И ты Ему Задал Такой Вопрос Пап Мне Там Двадцать Лишним Лет Давай С тобой Мне Просто Это Интересно Всю Мы Предположим Если бы Ты знала Как Бо Он Но Как Бо Он Ответил Если Ты Знал Я Немножко Не Понимаю Вопрос Как Я Не Знаю Как Бо Он Ответил Он Вряд Либо Признался Может Ощутился Что Я Не Хочешь Ознать От него Его Версию Его Версию Не Хотел Узнать Вообще Так Не Интересно Хотел Что Мешает Сейчас Это Невозможно Ну Как Он Умер Да Это Мне Жаль А Как Давно Лет Пятнадцать назад То Практически Сразу Ну Да После Развода Где-то 34 года Он Еще Пожил И Все А что Случилось Ну В общем Лопнул Тромб В мозгу Насколько я Помню Я сейчас Точности Не помню Тромбы Не лопаются Инсульт Да Из-за Тромба В общем Лопнул Венок Да Я Понял Я Понял Окей Хорошо Смотри Давай Предположим Что он Сделал Свои Какие-то Выводы Что он Принял Такое Решение Мы Понимаем И ты Говоришь О том Что Это Тебя Не Характеризует Что Ты Думаешь О том Что Ты Смотришь На Мир Через Немножко Мягко Говоря Искаженную Призму Не Нужен Незначим Не Незначим Ты же своей суетой доказываешь свою значимость Ты же своей суетой с которой ты сегодня ко мне пришел Доказываешь свою значимость и нужность Да Когда ты суетишься Ты говоришь Я нужен Я нужен Я Я нужен, я значим. Правда я значим? Правда я значим? Правда я нужен? Смотрите, какой я нужный. Смотрите, какой я значимый. Смотрите, какой я значимый. Видите, я все успеваю. Я очень значимый. Я очень значимый. Я все успеваю. Видите, я всем нравлюсь. Я значимый и нужный. Правда? Скажите мне, что я значимый. Да? Да? Ага. Вот. У него вот такое лицо, ага, значит, я нужен. Ага. А вот у него такое лицо, ага, значит, я значимый. Вот как это выглядит со стороны. Ну хорошо, а когда я дома сижу и никого нету вокруг, я вот один дома, вроде бы, выходной день, я должен отдыхать, не сидеть со мной вместе, но сейчас-то я кому хочу понравиться. А там не про понравиться, там про сделать какие-то значимые вещи. И какая у тебя философия в мире, что ты хочешь сделать такого значимого? Чтобы потом понравить. Ну я понял. Чего ты понял? То есть сделать какие-то значимые вещи, чтобы потом понравиться. Твоя любимая фантазия – это сделать что-то выдалющееся и красиво умереть. Ну, есть такое тоже. Кто не хочет произвести хорошее впечатление? Много людей не хотят произвести хорошее впечатление, там нафиг не надо. Дело не в этом. А дело в том, что у тебя в голове стоит призма. Доказать свою значимость и нужность. С одной стороны, это тебя подбивает под огромную энергию. А с другой стороны, ты опустошаешься. А просто подумай, кому ты доказываешь свою значимость и нужность? Этим людям, окружающим тебя? Ну вот ты сделаешь проект какой-нибудь по работе, по бизнесу. Разве это что-то докажет? А почему бы не делать проекты или какие-то вещи? Просто потому, что тебе в кайф. Но ты этого не умеешь. Ты всё делаешь через вот эти розовые очки значимости и нужности. И здесь же, скорее всего, ты схватил свои паники, вегетатику и прочую хрень. Потому что что-то в твоей жизни пошло так, что ты стал интерпретировать, что тебе не учаеется доказать свою значимость и нужность. И тебя накрыло. Меня всегда крыло. Никогда бы меня не крыло в самом детстве. Я не помню, когда я был спокоен. Когда у меня было... Ну, в общем, это с детства идёт. Такого не было, чтобы меня в какой-то момент прям взяло и накрыло. Это понятно. А что ты говоришь по поводу значимости и нужности, которые управляют тобой? И насколько это объективно? Это не объективно. Я согласен. Это... А можно взгляды ребёнка? Нет, взгляды ребёнка. Поэтому анализ, которым мы с тобой занимаемся, называется доращивание отчасти. Скажи мне, пожалуйста, а какие персоналии, каких бы людей ты бы выделил в своей жизни, перед кем бы ты хотел доказать свою значимость? Ну, кого-то конкретно я бы не стал выделять, потому что вот стоит мне на улицу выйти, всё, я должен понравиться каждому прохожему, чтобы он обо мне, не дай бог, не подумал как-то не так. А что будет, если прохожий леворник подумает о тебе как-то не так? Нет, я понимаю, что это детский взгляд, это не объективно. Хорошо, записывай вторую рекомендацию. Первая рекомендация – это 21 день когнитивного дневника с диспутом, то, что ты умеешь. Вторая рекомендация, которая у тебя очень не работает сейчас. Пишешь, значит, пиши. Ты выписываешь в строчку те действия, которые ты делаешь перед выходом на улицу в виде прихорашивания, осматривания себя. Затем ты это всё выписываешь. Например, идеально расчесываю волосы, проверяя там, как я выгляжу. Потом, когда ты выходишь на улицу, ты тоже выписываешь действия, как ты пытаешься всем понравиться, как ты идёшь, как ты говоришь, что ты делаешь и что ты не делаешь, чтобы понравиться окружающим. Понял задачу? Да. То есть ты выписываешь конкретные поведенческие паттерны. И твоя задача, вот когда ты этот список сделаешь, твоя задача на следующий день делать вопреки этим паттернам. Ну, проще говоря, если у тебя в списке номер один паттерн такой. Перед тем, как выйти на улицу, я осматриваю свою прическу так, чтобы она была идеальной. Ты сегодня, когда выходишь на улицу, смотришь на этот список и говоришь, ага, мне нужно делать по-другому. И делаешь вот так. Ну, примерно, да, там. Ну, не так, чтобы это было небрежно как-то. Ну, нам ничего не сделать, всё более-менее нормально. Ну, ты понял. Какую такую херню делаешь, да, и выходишь. Именно вот это тебе не хватает в твоей терапии. Как я, кстати, вам нормально помню, да? Именно вот это тебе не хватает. То есть ты себя профанируешь одной простой вещью. Ты думаешь по-новому, Марат, а что делаешь по-старому? Ну, действия по-старому, то есть... А действуешь так, чтобы продолжать всем нравиться. Понял, в чём ошибка? Да, 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 я помню. Поэтому у тебя не ложится изменение. Ты как бы взял когнитивную суть и взял её вот так хорошо, вот честно. Вот реально хорошо. Ребята сейчас слышали, они тебе скажут, что это реально круто, ты всё понимаешь. А действуешь по-старому. Братан, терапия называется когнитивно-поведенческая. И поведенческая часть в разы сильнее когнитивной. В разы. Да, я это понимаю. Ты это понимаешь. И пока ты не начнёшь вот переделывать на уровне поведения, ничего не изменится. Если ты прихорашивал волосы, сделай их небрежными. Если ты, пидорасил, прости меня, ботинки до блеска, сделай так, чтобы они были неидеальны. Если ты сидишь как-то ровно и правильно, сядь небрежно. Если ты всем говорил да, скажи нет. То есть ты должен научиться делать не так, как ты делал всю жизнь. И только так ты докажешь себе, что ничего критичного от этого не случится. И если ты это 21 день сделаешь, ты мне напишешь письмо со словами, блин, слушай, моя жизнь изменилась. Мне стало пофиг. Знаешь почему? Потому что твой мозг на нейрофизиологии поймет, что вот эта вот история с прихорашиванием и всем угождать, она какая? Она бесполезная. Она бесполезная, потому что если ты делал вопреки 21 день и ни хрена не произошло, твой мозг выберет наименьшее сопротивление. Где-то ты будешь иногда вести себя так, а где-то ты сможешь позволить вести себя как? Так, как хочу я, а не кто-то другой. Вот и все. Тебе не хватает, Марат, дожимай. Понял? Понял. Красавчик. Успехов тебе. Спасибо большое. Все у тебя получится. Давай. Засосредоточься. 21 день. Возьми, выпиши все это. И прям принципиально. Ты улыбался кассиру всегда. На-на-на-на. Сделай это попроще. Ты все время здравствуйте, добрый день, да-да-да-да, промолчи. Понял? Понял, понял, Алексей. Спасибо большое. Супер. Успехов тебе. Пока. До свидания. Ух, ну что, для начала неплохо. Да, вот так выглядят мои занятия. В целом, вот такой первый кейс, да, кстати, я забыл спросить у Марата стандартную фразу. Марат, напиши мне, пожалуйста, можем ли мы использовать вот этот фрагмент в публичном доступе. Просто напиши да или нет. И все. Ну что, кому откликнулось, спасибо, можем. Спасибо, я подумаю, потому что ты не представляешь, как бы это помогло большому количеству парней, которые на твоем месте находятся. Ну что, зашло? Не пожалели, что пришли? Супер. Радует. Классно. Скажите, отличается от сезона, да? Сезон – это немножко такая философская, технологичная штука, а вот кейсы, они немножечко, вот прям, кто-то написал про терапию, они прям про боли прям, они прям про болезненные вещи. Согласны? Супер. Огонища. Глубоко. Девочка написала глубоко. Дарья, хотите поговорить об этом про глубоко? Я, как бывший психоаналитик, очень быстро вижу эти штуки. Хотите поговорить про глубоко? Понятно. Попозже. Так, все поняли, да, ошибку данного кейса? Все, надеюсь, да, услышали, что парень очень классно понимает когнитивную часть, но его не докрутили, и он сам не докрутился до поведенческих изменений. Поняли стратегию, что мы с ним должны делать? Уловили все? Круто. Поехали дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...